Французская полиция расследует сразу два чрезвычайных происшествия. Накануне школьник открыл стрельбу в Грассе, а в Париже произошел взрыв в офисе Международного валютного фонда. В обоих случаях есть раненые. Сразу два тревожных инцидента потрясли Францию. Первый – взрыв в парижском офисе Международного валютного фонда. Он прогремел в тот момент, когда сотрудница вскрыла присланный конверт. Женщина получила серьезные ожоги лица и рук. По предварительным данным, в конверте находилась большая самодельная петарда. Второе происшествие во Франции было в тот же день в городе Грассе на юге страны. 17-летний подросток открыл стрельбу из дробовика в школе, где учился. Ранены четыре человека, в том числе директор школы. Я был в классе. Все начали выпрыгивать в окна. Потом и перелезли через ограду на парковку. Помогали тем, кто не мог сам перебраться. Некоторых девочек пришлось нести на руках. Полицейские взяли нас под защиту. Президент Франции взрыв в МВФ назвал терактом. Что касается второго инцидента, то полиция полагает, что школьник насмотрелся видео о массовых расстрелах в американских школах. И не усматривает в его действиях террористической подоплеки. Хотя установлено, что главной целью вооруженного подростка был директор школы. Оба эти расследования проводятся под руководством генерального прокурора. Его итоги позволят нам узнать, почему ребенок вооружился и пришел в школу. И откуда пришел пакет в МВФ, что было внутри и ранило сотрудницу, которая его открыла. Через полтора месяца во Франции должны состояться президентские выборы. Уже сегодня многие общественники заявили, что оба случая дестабилизируют обстановку. Поэтому их расследование взято на особый контроль. После прошлогодних терактов в стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения.